Ну что ж, вернемся к теме. Филиал телеканала Крым-24 в Керчи начал свою работу в августе 2019-го. Вот уже полгода наши корреспонденты освещают самые важные и актуальные события восточного региона, знают о каждой проблеме, волнующей керчан. И, конечно, поиск решений приводит нас к представителям власти. Без их интервью наших репортажей просто нельзя представить. Сегодня у нас в студии один из наших постоянных спикеров, глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Доброе утро, Сергей Вадимович. Доброе утро. Скажите, ну вот мы представители четвертой власти, журналисты, корреспонденты Крым-24 в Керчи. Как мы повлияли на вашу работу? Будем больше мешаем или помогаем? Расскажите. Ну, однозначно помогаете. Хотелось бы сказать, самое главное для власти керченской, это выявить проблему, которую необходимо решить в Керчи. И самое главное, выставить по приоритетности эти проблемы. Вот вы именно помогаете сделать прямую связь с нашими жителями, которые имеют прямой доступ как к вам и, получается, соответственно, к нам, сообщают о проблемах и, самое главное, помогают нам вот эти приоритеты расставить. Поэтому ваша помощь на самом деле неоценима. И вот за эти полгода, которые вы отработали уже на территории города Керчи, показал эффективность работы именно в пользу Керча. Ну, как-то получается, специалисты стали быстрее реагировать на те или иные проблемы. Вопрос не в том, что стали делать какие-то вопросы, решать быстрее или медленнее. Вопрос, что тот приоритет, который выстраивают сами жители, он важен. Потому что тот приоритет, который был выстроен раньше, и мы сами определили, какая проблема более важнее, которая требует скорейшего решения, оказалась не совсем, наверное, правильной. Вот эта корректировка с помощью УАЗ решения этих проблем и показала жителям, что вроде бы власть стала работать быстрее. А на самом деле просто поменялись приоритеты решения вопросов. Вот эту самую, я бы сказал, глобальную проблему в приоритетности именно решили вы. Спасибо вам большое за вашу работу. Хорошо. Скажите, а как-то, может быть, улучшилась обратная связь с жителями? Допустим, они после просмотра сюжетов звонили или что-то говорили, или после решения проблем. Да, выходит. Каждый четверг с 10 часов я веду прием граждан. Люди, которые приходят, некоторые говорят, что думали, к вам попасть невозможно. И после того, как мы вас видели в открытой власти, с вами разговаривали, вы, говорит, приглашали, мы приходим, и действительно можно свободно к вам попасть, и какие-то свои проблемы решить. Это тоже один из путей решения проблем городских. Пусть это локальные, частные проблемы, но это городская проблема. И опять же, в этом вопросе помогаете вы. Скажите, а вот как вы оцениваете тот формат разговора в прямом эфире, как в нашей программе «Открытая власть»? Насколько вам, как человеку, представителю власти, легко или сложно вот так раскрываться, слушать какие-то внезапные, неожиданные вопросы от жителей? Я считаю, что участвовать в такой программе мне очень легко. Объясню, почему. Мы не прячемся от проблем, которые есть в городе. Мы их слышим и готовы их решать. Мы готовы общаться с жителями города, еще раз скажу, выставить приоритетность решения этих проблем, и главное, жителям вместе решить, как эту проблему решить, как они видят решение этой проблемы. И вот именно эта передача позволяет это сделать. Поэтому это очень важно, в том числе и для меня, такая программа. И она достаточно идет у нас, я сейчас хотел бы сказать, позитивно. Хотя, конечно, программа идет по проблемным вопросам, но она позитивна. Хорошо, спасибо вам большое, Сергей Вадимович, за то, что сегодня пришли в нашу студию, нашли время. Я думаю, что наше общение с вами и с представителями власти, и с другими чиновниками продолжится в наших репортажах, потому что все-таки мы делаем на самом деле одно общее дело. Мы помогаем сделать жизнь керчан еще комфортнее и лучше. Совершенно верно. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо большое. Я напоминаю, сегодня у нас в студии был глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Коллеги, на этом я заканчиваю и передаю слово вам. Спасибо большое, Даша. Желаем вам отличного настроения, только хороших новостей, ну и продуктивного рабочего дня.